Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Кто меня не знает, меня зовут Оксана Галаган. И сегодня я вам расскажу две методики, как улучшить свою самооценку и как добавить внутреннего ресурса. Ведь наш внутренний ресурс очень часто зависит от нашей самооценки. Первая методика. Вам нужно выписать по годам все свои достижения. Ну, если не можете по годам, хотя бы по пятилетиям, лучше по годам. И не просто выписать достижения, а начать с тех причин, почему вы этого достигли. Начать со своих действий, благодаря которым вы этого достигли. Ну, например, у вас есть студия вышивки. Вы с детства любили вышивать, где-то на трудах вышивали. Вам нужно записать с самого детства вашу усердную работу по вышивке и как она вас привела к этой студии. Даже если у вас уже этой студии нету, что-то пошло не так, но это было вашим достижением на некоторый период жизни, значит, нужно написать и достижения, и то, как вы к этому пришли. Поверьте, это кажется каким-то простым и ленивым заданием, но когда вы все проанализируете, увидите, какой вы молодец, ваша самооценка вырастет. Упражнение второе. Оно больше на добавление внутреннего ресурса. Нужно завести такой себе психологический дневник. Ну, не художественно описывать то, что вы чувствуете, а просто фактически за день. Вот вы проснулись, все, что вы делаете, вы записываете и ставите плюс или минус. Добавляет это вам ресурса или забирает. Так нужно написать целый месяц, а потом проанализировать. Ну, хотя бы неделю, может, месяц это для вас будет тяжело, но лучше, конечно, подольше. Написать такой дневник, а потом проанализировать. Какие ваши действия у вас убирают ресурс, а какие добавляют. А потом взять и заменить. Убрать в своей жизни ваши действия, которые вас ресурс уничтожают. Ну, например, вы разговариваете с подружкой, а она вам что-то ноет, и у вас этот ресурс забирает. Можно тогда такие разговоры прекратить. Но для этого нужно проанализировать и вообще постараться все, что у вас в минусе, заменить на плюс. Я понимаю, что в жизни бывают такие обстоятельства, когда ты не можешь делать то, что тебе нравится, и ты вынужден делать то, что тебе неприятно. Но, по крайней мере, все то, что зависит от вас, все то, что в вашей воле и все, что вы можете изменить, так измените. Замените минус на плюс. Вот такие две методики. И просто послушать этого мало. Конечно, хотелось бы, чтобы вы посмотрели видео, и вам сразу стало легче. К сожалению, придется поработать и эти методики выполнить. Кто выполнил или выполнит, напишите в комментариях, пожалуйста. Кто не будет, кому просто достаточно посмотреть, тоже напишите. Надеюсь, вам помогают мои видео. Смотрите их, подписывайтесь на канал. До новых встреч!